Музыка Вот мы с ним тоимно узнаваемом перекрестке Краснозвездного, Кировоградской, Кайсаровой И улица Семена Дежнева выходит первой справа, а следующей идет улица Луганская И вот там, где мы стоим сейчас, начинался пруд Этот пруд достигал вот того противоположного берега, вот там, где лестничка Сейчас мы ее с ним масштабировали, но вот лестничка там эта Мы спускаемся на улицу Кайсару, а это чтоб скакать Вот так, особая тренировка этих паркурщиков, они тут бегают, тут съезжают Ну, вот мы воспалили над улицей Кайсарова Кайсарова пошла налево, вот Ливневка пошла Класс Под, а, вот сюда раньше под лестницу, под вот этот вал доходил один из прудов От этого пруда осталась вот та вот половина спущенного пруда, но раньше пруд доходил до этой лестницы А начинался он там, возле улицы Луганской Сейчас тут в коллекторе подземной сочится приток Совки И поверхностная его часть тоже сохраняется вдоль улицы Кайсарова И есть она также и с другой стороны Туда, отсюда до сих пор Пристегал пруд И пруд продолжался туда И от этого пруда остался спущенный кусок сейчас А тут все засыпали Вот улица Семена Дежнева Крутая, очень раздолбанная А вот сейчас мы поворачиваем на улицу Луганскую Улица Луганская расположена в овраге, по дну которого протекает множество ручьев, которые и составляли пирток Совки И составляют поныне Просто они уходят под землю Снимаем длинный кадр Слева подстанция мобильных операторов И мы входим в очень интересную местность Вот устье этого оврага На берегах его стоят дома Разного пошиба А вот первый по пути родник Кстати, мы прошли еще недавно Вот месяца два назад Тут стояла водная колонка Уже ее уволокли Так, вот первый родник Вот он истекает из трубы Вот такие вот дома Частью улица застроена гаражами Частью частных сектор Вот сочится вечный родник Холодная водичка За мной находится настоящий пруд Вот пруд, камыши Что мы видим? Прямо внизу На месте, между прочим, бывшая усадьба Озеро Вот остались какие-то остатки построек Рядом тоже усадьба Вот весь противоположный берег стоит на родниках Луганская улица За ней там улица Семена Дежнова И береза Так, идем дальше Здесь родники Вымывают из берегов Грунт Вот дом скрыт за камышами Вообще По склонам вверх карабкаются усадьбы Многие усадьбы Вот выставлены на продажу Прибывают в запустевшем состоянии По берегам улицы По обочине растет болотная трава Вот еще родник уходит в ливневку Вот дерево торчит из присклонного болота Вот еще один родник Видишь, тут вода чистейшая И она уже по берегам улицы Создала свое песчаное русло Мы продолжаем следовать по улице Луганской Вот такие ручьи и текут по ее обочинам Это не после дождя Это постоянное течение Вот родник отсюда прямо исходит Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Там в зарослях паркают какие-то неведомые птицы Ярко-зеленые листья тюльпана Следы бывшего жилья От него остался только забор Внутри забор покосился Давайте гляньте, что там Просто обжитая некогда терраса Такая сильно захлапанная В принципе, удивительное место Где воочию видно, как рождается река Вернее, ее приток Здесь улица Луганская Начинает подниматься вверх Вот она идет параллельно Краснозвездному проспекту Улица Луганская идет вверх А овраг сворачивает на север И мы сейчас свернем вдоль этого оврага По склону Чтобы попасть в чудесную липовую рощу Вот тут усадьба тоже На продажу выставлена такая Двигаемся дальше Родники, всюду родники Под бетонными плитами Застоялась вода Серия гаражей Участник земли продается Ровно посаженные деревья Ровнее, чем этот фонарный столб Запущенная, обреченная Вот застройку будущую Ну и что-то шибко не строят Потому что условия вводные Так, сворачиваем в переулочек Я решил свернуть небольшой Переулочек Еще старые дома И делаем длинный кадр Съемка туда Знаешь, тут лестничка Потому что зимой-то скользко Взлетим Миньком Миньком Взлетим Миньком Съемка Миньком Миньком Остатки какой-то пещерки. Начинаем восхождение на террасированную местность, вот справа там остатки частной усадьбы. Местность очень террасированная. Видишь, вот прямо тут начинается липовая роща. Тоже ровная местность. Вероятно, тут раньше были сады и строения. Я поднимаюсь по пустырю. Слева деревянный забор, справа тоже пустыри. Тропинка ведет меня к некоему подобию вала за деревом. Мы видим волок такой. Как знать, может быть, он и древний. Сейчас мы выходим на пригорок под липовая роща. Липовая роща там, а пригорок над оврагом с этим притоком совки. Вот. Тропинка. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Хорошо видно, как яр прорезает холмы Очень красивый холм И мы видим, что тут уже какие-то зачатки дороги Бетонные плиты Давайте посмотрим на этот холм внимательно Наверху че это особняк На самом верху Затем свалка Яру Сублинистый обрывчик Срытый под какое-то стоение Угол холма У меня за спиной открывается панорама на улицу Луганскую А еще дальше находится Краснозвездный проспект И он заметен А вон по нему машины проезжают А вот в Яру лежит Луганская улица Она пошла туда А вот я вывернул на север И пошел по направлению к улице Гаврилюка А справа Липовая роща Но туда мы поднимемся Сначала осмотрев вот эту любопытную местность Уже срытый под какое-то строительство холм Давай осмотрим снизу это дело В тропе проделаны ступени Видишь тут заброшенная дорога Причем если следовать по ней в ту сторону Мы не выйдем на Луганскую Потому что там задворки частных усадеб И сквозного хода нет Так вот мы спускаемся В это забытое всеми богами место Так Вот там за акациями скрыта свалка Там свалка скрывается И такой любопытный пригорок Весь его склон он в каких-то буграх Вот я по нему спускался сам И странно очень пересеченная местность Вот тут некий фундамент Давайте посмотрим разрез Местность Разрез склона Снизу вверх Опа Это будет и для наглядности Потому что без человека Непонятно какой высоты этот склон Еще пройди пожалуйста Чуть вперед Вперед Вот за это дерево Вот хорошо Прям кирилловская стоянка Приток протекал слева Вот любопытный все-таки холм Очень любопытный Вот это уже впереди улица Гаврилюка О, муравьи мигрируют Да, о, надо снять Любопытное Для общечеловеческой истории Кадры Как муравьи Добираются из пункта А в пункт Б Причем они разные Одни туда, другие туда Понимаешь, это своеобразная цивилизация Вот, понимаешь Видишь, тут идет параллельная дорожка Муравьев То есть есть как бы Меньшее, но есть и больше И это все происходит организованно Вот, меньшее найдет сюда Тут какие-то свои входы есть Интересно, кто ими управляет Как осуществляется управление Нам же Что, ну Считается, что У муравьев мозг-то Маленький У них инстинкты А вот как согласно инстинкту Конкретному муравью можно Поручить добраться из пункта А в пункт Б Который для муравья Это расстояние здоровенное Это как для человека Ну, не знаю Ну По Крещатика, что ли Это даже Целый Крещатик, скажем Интересно, если Рассматривать муравьев В увеличенном Масштабе То они Отличаются друг от друга Или они все Одинаковые Копии Насколько я читал Отличаются В чем Как у них Шишустроено У них Это есть Как бы Которая У них Муравьиная Королевля Которая Там Рожает Ну да Вот И получается Откладываются яйца Только У них Делятся Категории Три Причем Их Изначально Определяют В разных Условиях Эти яйца Выкладывают И получается Так Одни Значит Самые крупные Которые Рождаются Это Солдаты Ну вот Как Есть И рабочие Которые Едой Заготавливают И третьи Няньки Которые Занимаются Тем Что новые Вот эти Яйца Они Выхаживают Получается Что У них Все Очень Даже Организировано И Потом Периодически Рождается Вот Это Новая Так Сказать Матка У них И Когда Новая Вырастает То У нас Частью Муравьев Организовывают Новый Муравейник Насколько я так Помню Интересная Слуха У пчел Как-то Так же Ты знаешь Если ты видел Когда мы Типа Громадного Муравья С крыльями Да Да Вот это Типа Муравьиная Короля Я видел Таких Молодых Вот Там Непроходимые Заросли Которые Выходят К Задворкам Именно Частных Усадеб То есть Если Оттуда Идти Мы попадаем В частные Дома Так Вот Этот склон Продолжаю Видишь Тут уже Оползни И Очень Любопытный Рельеф Склона Вот так Посмотреть Какой-то Странный Склон Такое Впечатление Что его Рыли Когда-то Может быть Тут Что-то Добывалось Вообще Очень Смутные Сведения Где Именно В районе Совок Находились Кирпичные Заводы Так Мы Сейчас Должны Выбраться Где-то Там Тропа Тропа Там Там Тропа Да Вот Мы Как раз Сейчас Поднимемся По склону Сейчас Мы По этому Откошенному Склону Вот Поднимемся Тут Есть Как бы Тропка Так Пробуем Ничуть Падение Не Грозит И На вершине Этого Холма Липовая Роща Бай Бай О Кота Колыбелька Золота А тут Холм Тоже Изрыт Какими-то Буграми Вот Терраса Вполне Ровная Терраса Не Совсем Понятно Как Сюда Достигать С мусором Вероятно Только Пешком Потому Что Место Довольно Недоступное Можно Подобраться Только Сверху Причем Сама Окружающая Местность Не так Захламлена Мы видим Даже Скамеечку Высокие Деревья На них Висят Некие Таблички Давайте Прочнем Что же Гласят Эти Таблички Стой Рубить Деревья Запрещается Штаб 5000 Местность Террасирована Очень Интересно Обратите Внимание Видите Какие Террасы И тут Нет Следов Построен Можно Допустить Можно Что Это Следы Древних Волок Почему Бо И нет Террасы По краю Террасы И вот тут В этой Липовой Рощи Очень Интересная Вещь Терраса Круговая Вот ее Край Дальше Он Имеет Вид Полукруга При виде Сверху Сейчас Я спущусь И Покажу Еще Снизу Терраса Продолжается Туда Но вот Сейчас Я спущусь И Покажу Высоту Этой террасы Поскольку Там стоит Коля Сейчас мы Увидим Высоту Террасы Сейчас Вот Вот этот Полукруг Пошел туда В сторону Улицы Семена Дежнева Которая Находится Наверху Вот тропа Идет К улице Семена Дежнева А вот Это терраса И терраса При виде Сверху Имеет Круглые Очертания Когда Она Возникла Для Чего Непонятно Повторюсь На карте РККА Нет Таких Подробностей Ровный Край Террасы И далее Липовая Роща Видим Вот Продолжение Этой Террасы Ушло В сторону Заброшенного Частного Дома Сама Жилиповая Роща Тоже Находится На Террасе Можно Считать Начало Этой Полукругой Террасы Оно Длится Туда До Конца Этого Отрога Холма А мы Стоим Как бы Террасы Ниже И между Этими Террасами Пологий Склон Возможно Оползший Склон Продолжение следует...